всем привет ребята вы на канале тесла и у нас сегодня находки очень хорошие ну что видите у меня тут бардак как в принципе соответствует названию канала houseplatz и много проводов а все потому что мне вот как-то как-то тут кто-то мне написал что у меня проверок мало стало поэтому мы сегодня будем все что нашли сразу проверять потому что она в принципе все скажем так сухое ничего мокрого не было в этом можно включать без проблем и проверять и так значит первая находка это у нас усилитель kenwood причем колонки это тоже находка но она отдельно просто мы теперь проверяем значит все сразу вместе это у нас усилитель kenwood receivers точнее сказать к р 50 80 к р а 58 и вот такие вот колоночки от фирмы джамо вот так можно снимать такие накладочки да и вот тут мы можем видеть что это за колонки деревянные корпуса довольно таки тяжелые колонки вот в общем смотрите значит вот такой аппарат sony для проверки чтобы музыку откуда можно было бы музыку черпать сейчас мы сюда пройдем вниз уже вроде как вы идет ладно по ходу пьесы в общем смотрите значит включаем его принципе он уже включен да и у него радио я поставил на автоматику она поймала тут волну кое-какую мы слышим да слышим что рабочий крутим баланс вот как раз та музыка которая играет сейчас на сплеера я почему переключил там басы сильные здесь все так это самое мне показалось что немножко динамик где-то хрипит но сейчас вот другую музыку включим нет все нормально все отлично ну что вот такие вот находки первые сейчас я вам скажу джамма зад 500 называется колонки а так они выглядят сзади вот и интересно то что этот прибор был найден с пультом на пульте я не знаю по моему тут нету громкости а есть громкость есть громкость ну или выключить в общем зачетные находки обе вот кто-то у меня там спрашивал ну как всегда кто-то у меня спрашивал усилители кто-то спрашивал колонки вот вам пожалуйста но по ценам и по оплате я сразу еще раз объясняю вернее еще раз скажу в описании стоит ссылка на видео по ценам его пересылки и так далее то есть туда заходите смотрите незамена задавать мне вопросов тысячу вас много я просто не успеваю всем отвечать вот так вот как было в последний раз что женщина хотела там что-то купить она с 1000 вопросов не задала потом в итоге оказалось что она даже не знает что такое paypal ну и все на этом вот сейчас мы перейдем к другой находке и так ребята следующая находка это у нас усилитель от фирмы над над что-то мне подсказывает что я недавно такой компьютер находил вот м над название знакомое но то что я усилитель такой находил точно потому что я помню что они не дешевые такие вещи вот насколько я помню он вроде смотрится как бы как-то невзрачно но он не из дешевых поэтому по любому стоит им заняться вот что здесь за какая проблема сейчас я с вами присяду здесь да вот мы его включаем так включение кстати да я его включил лампочка горит но все здесь нам нужно сейчас сиди нажать вот громкость уменьшить что у него почему проблема потому что сейчас вам покажу у него выходы у него вот такие выходы на колонке да вот странные выходы но ничего я поделать не могу так таких штыки ров у меня нет но здесь нарисовано в принципе вот плюс вот минус и минус здесь а это земля минус и плюс вот здесь плюс здесь минус ну попробуем каждому подсоединить колоночки вот так мануально вот и просто немножко послушать что-то идет музыка не идет и так далее да 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 он рабочий ребятки нифига он выдает казалось что царапины здесь но это не царапина так служи так слушая и так и так и так и так и так и так ну раз здесь музыка пошла давайте проверим еще раз здесь и хотя что-то мне кажется что на наушники тоже там недостаточно мощности идет теперь я слышу тут идет какое-то шипение и музыка чуть-чуть вот но это это недостаточно здесь что-то надо менять музыка идет так а давайте мы попробуем включиться в другое тейт допустим на ты один вход вход здесь сейчас посмотрим через наушники ну и что а теперь вообще ничего не слышу смотрите музыка идет но она идет не больше чем от просто от плеера короче поэтому с этим усилителем будем работать посмотрим что с ним поэтому часто выключаю и убираю сторону по-любому что-то не в порядке я еще раз извиняюсь вам за задержку не всегда удается вот так вот сразу определить что к чему иногда не то подключишь не то кнопочку нажмешь уже ничего не понятно вот ну и что теперь перейдем значит к находкам другим значит к тому к тому плееру вы к тому усилителю вот такой был кен вот найден тоже сиди поэту вот он как бы в комплект идет то есть можно подсоединить к нему и уже будет как бы двоечка у вас кабель здесь отрезан кстати на усилке тоже был кабель отрезан я воссоединил вот что мы будем делать я вот посмотрю что это вещи из себя представляет в ибэе и на этом от этого буду плясать уже то есть буду ему менять кабель или не буду вот посмотрим еще одна вещица вроде бы тоже неплохая найдена такой вот усилитель от фирмы онке проблемка в том что он не работает то есть сейчас вам покажу вроде бы как бы включается у него вот сразу там громкость показывает да вот но у него дисплей не горит я не знаю с чем это связано либо он должен быть подсоединен еще с остальными своими приборами и от них идет уже сигнал но что-то как-то я сомневаюсь здесь вход выход но от разные входы и выхода вот такого формата и вот такого да то есть много их вот колонки как сабвуфер так и фронтальная левая правая да а вот сейчас мы включили что теперь он вообще то есть это вот кнопка как раз включается и вот он показывает только вот здесь вот какая у них баланс звука идет вот даже можно звук добавить показывается но дисплей не работает при этом дисплей молчит может быть он даже и принимает сигнал выпускает сигнал но если дисплей не работает конечно это уже как а и будем смотреть одна из следующих таких пробежались по ней в конце вас ждет как говорит один известный блогер финальный босс а пока у нас такая вот вещица у меня такая уже была от однажды ребята вот такой вот маленький ноутбук маленький ноутбук сейчас уберу больше не нужен вот такой маленький ноутбук у нас такой уже был в обзоре и в принципе у него была равнозначная проблема вот он включается вот 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 на этом вот уровне он зависает и больше ничего не показывает вообще сколько бы вы не пытались его запустить что-то сделать перезагрузить и так далее он показывает только это вот вот так он выглядит сзади ну конечно это какой-то вообще дешевый вариант чего подобие какого-то нетбука вот единственно что здесь хорошие полезно это вот такой вот 8 гигабайт вот такая карта кстати у нас есть теперь вот такая вот вещь чтобы проверять карты что на них есть или вообще работают ли можно сейчас включиться и проверить что на этой карте есть работает ли она так и он включается поставил вот в общем что разговор с этим конечно будет короткий разберем вытащим оттуда кое-какие нужные запчасти и на этом все потому что ну во первых не стоит того чтобы с ним там заморачиваться или наоборот надо сказать авто во первых он не работает во вторых не стоит так у нас здесь вода есть фотографии какие-то ну короче вот видите да мы не будем фотографии показывать 8 гигабайт шпага плата или так называемая крышка это уже хорошо поэтому тоже такая находка все-таки немножко полезная дальше у нас находка вот такого плана вот она это у нас нетбук сейчас мы его подключим нетбук сейчас включать его посмотрим что можно выключить и убрать видите как у меня все тесно и вот так вот без подготовочки скажем так начинаешь проверять и все тут лежит если тут мешает друг другу вот такой нетбук хочу сразу сказать что его смотрите вот когда кинули ему тут уголок примяли поэтому нужно это шпаклевать и лакировать шутка значит что с ним поменял я его поменял я менял я вот эти вот блоки питания к нему один другой третий и ни с одним он не заработал не включился то есть я ему пытался даже вытащить батарею я то сделал это сделал ни хрена вот поэтому нетбук как и прошлый маленький будет разобран оставлю дисплей оставлю на ничего больше не оставлю оставлю только дисплей остальное все разберу нужные запчасти заберу и выкину батарею ставлю тоже вот вот такая вот следующая у нас находка убираем в стороны вот ну запчасти с ними это хорошо дальше дальше у нас вот такая находка и кстати к ней мы как раз проверяем находку из прошлого видео такая от asus зарядка вот и мы ее сейчас тоже проверим подходит к нему поэтому сейчас мы и так что у нас здесь ноутбук называется и машины с и и машины с и вот так включаем его что мы видим пока мы не видим ничего а почему все ли тут правильно странно но он не включается сейчас я попробую другой включить блок питания вот это посмотрим что если будет вот как раз блок питания блоки питания и дело было вот он включился в нем нет жесткого диска или одно жесткий диск как бы есть но я его с ним вот я его снял мне нужен был для проверки другой вещи и здесь самое интересное что здесь вот такой диск windows 7 32 бита хайм премиум ну-ка копия да вот я его вытащу и оставлю на всякий случай а сюда мы поставим назад жесткий диск принципе этот компьютер меню забирают вот он не особо крутой вот здесь 17 3 у нас диагональ тфмд тф-20 у нас как это цпу то есть процессор до 3 гигабайта у нас тут противки 250 гигабайт у нас тут как раз это жесткий диск который я снял отсюда но и дивидим и так далее там вся фигня вот называется я машина с 2 627 здесь кстати не хватает болтика и она постоянно вот так вот отклепывается за как-то это самый скотчем прозрачного здесь вот залеплена кнопочки на ранее выпали или выпадали вот ну что поставим сюда назад жесткий диск и отдадим человеку который которому этот ноутбук нужен на запчасти ну и хит парада сегодняшнего это у нас конечно же конечно же яблоко сейчас я выключу свет берем эти водки отсюда яблоко у нас я вам сначала расскажу небольшую историю такую как не история просто предисловие вот этот блок питания я уже давно давно его купил я не знаю сколько он у меня наверно года два уже он у меня лежит потому что я купил для проверки одного нетбука он оказался не рабочим я его продам на запчасти человеку но без блока питания был питанием не остался его долго долго хранил вот думаю но все равно когда-то точно понадобится и вот пришел тот час когда он понадобился был найден вот такой вот аппарат у нас я надеюсь видно вот такой вот аппарат значит сейчас я вам скажу его модель это у нас модель а 1286 1286 и ну в принципе он заряжен я его уже это самое немножко мучил хотела запустить что он мне сказал когда я запустил мне выдал сразу выдал мне сразу пароль ну то есть пароль должен навести чтобы зайти в как это в администратор как администратор до зайти естественно пароль я не нашел вот но начал смотреть в интернете что в чак где как обойти в принципе там не так уж и сложно было бы но здесь за застраховано как бы за как 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 здесь пишется вот это вот визу полюма из гишу то есть защите защита стоит на жестком диске и поэтому с ним короче без бесполезно тут работать вот бесполезно что-либо делать нужно нужно менять его вот пробовал я поставить другие два диска и тоже мне там что-то он написал что так здесь из платы фирмендит них ты дас гуид партион стабелин чем а в общем тут тоже китайцы с этими двумя жесткими дисками они были не новые они были там обычные взяты форматированные и с ними тоже короче чуть он там пишет в общем сейчас как раз я в процессе восстановления этого нет бука он нет бука макбука вот что я сделал я уже докупил к нему короче ссссд диск вот поставлю на него ssd жку загружу из интернета ну как вот здесь вот в принципе mac os sierra вот и значит я думаю что в принципе должно все получиться потому что проблема только в жестком диске вот что здесь стоит значит насколько когда разбирал когда его смотрел лазил в нем здесь у нас стоит а и 5 процессор и 4 гига у нас стоит оперативной памяти в общем вот такой вот зачетный очень даже зачетный аппарат яблочный здесь немножко вот как бы потерто но это все можно спиртом протереть вот в общем находка очень зачетно так сказать финальный босс сегодня вот зарядка батарея держит неплохо в общем в общем вот так вот нигде нико цены здесь все в отличном состоянии просто замечательно кстати моя жена и увидела и сразу не у глаз поломил ну посмотрим мне он тоже нравится ладно на этом все ребятки кому понравились находки ставим лайки пишем и не забываем по поводу пересылки или оплаты опускаемся вниз смотрим ссылочку и там все есть на этом всем удачи и до следующего видео